С вами Борис Тенцер и программа «Контакт» по понедельникам. Здравствуйте! Новости и наши встречи по понедельникам в «Контакте» зачастую переплетаются, потому что невозможно рассказывать о новостях и в жизни эти новости, чтобы они каким-то образом не откликались, не отражались, не имели свое дальнейшее значение в нашей жизни. Поэтому «Контакт» по понедельникам и наши гости – это обязательно какое-то продолжение вот этих новостных сюжетов. Новости и старости, новости и история – это все переплетено. И у нас для этого есть не просто основания говорить на эту тему, у нас есть прекрасный гость. У нас есть гость, который попытался в новостях увидеть какую-то логику происходящего. Прежде всего, я имею в виду Израиль. Буквально вчера, последние дни, мы рассказываем вам о событиях в Израиле, забастовке, демонстрации. Многие уже комментаторы говорят о том, что арабская весна превратилась в израильское лето, и по этому поводу высказывается очень много мнений. Мне показалось, что будет очень интересно, если к нам в гости придет человек, который много думает не просто об Израиле. Он пишет книги, он размышляет, потому что у него аналитический склад ума, потому что он доктор наук в радиотехническом. Я боюсь, что я сейчас ошибусь, поэтому я посмотрю, как это звучит. Доктор наук, теоретическая радиотехника. Работал он в Ленинграде, профессор, преподавал в институте Бонч-Бруевича, но у него всегда находилось время, чтобы подумать о том, как живет еврейский народ, какова есть связь между тем, что происходит сегодня в Израиле, и теми древними временами, когда еврейский народ и государство Израиль только-только зарождалось. Но есть, впрочем, книги у него и по социологии, и по истории. Одна из книг, которая, мне кажется, интересна и по своей тематике, и даже названию, это «Старческая болезнь лебезны в либерализме». Помните, ленинские труды, детская болезнь, а тут старческая болезнь, своя точка зрения. У меня в руках книга «Ось всемирной истории». Это тоже книга Юрия Окунева. Это наш гость сегодня, Юрий Окунев. Здравствуйте, господин Окунев. Здравствуйте, Борис. Как вы чувствуете себя в понедельник? Вам нравится понедельник? В понедельник замечательный, по-моему, день. Можно взбодриться после выходных и... Приди в себя. Вспомнить, что есть другие занятия, кроме отдыха. Скажите, пожалуйста. Да, честно говоря, в субботу не всегда удается отдыхать. Скажите, пожалуйста, вот вы смотрите новости. Вы смотрите последние, особенно последние недели, это сообщение из Израиля, где демонстрации. Вот у нас есть первая фотография, которую вот сейчас, посмотрите, пожалуйста. Сейчас нам ее покажут, пожалуйста. Вот это Тель-Авив, и это не пасхальный ход по Тель-Авивской улице, это демонстранты. Страшное, огромное количество людей, 200-300 тысяч, называются такие именно, такие цифры. И вот поэтому я бы хотел вас спросить, скажите, пожалуйста, то, что сегодня говорят об Израиле. Израиль находится в критической ситуации, в критической зоне, в чуть ли не последней своей фазе развития. Есть даже книги, есть труды, это живет до Израиля до 2050 года. Будет ли, есть ли будущее у Израиля? Господин Юрий Оконин, скажите нам, есть будущее у Израиля? И как вы смотрите на эту ситуацию? У Израиля блестящее, на мой взгляд, будущее. Повторите, пожалуйста, еще раз. Вот блестящее будущее. Это может звучать некоторым диссонансом по сравнению вот с теми комментариями СМИ, средств массовой информации, которые мы имеем сейчас. Но вот вы правильно заметили, что я пытаюсь как-то установить связь текущих событий, вернее так, интерпретировать современные события в контексте израильской и еврейской истории. И вот когда вот такое рассмотрение проводишь, то приходишь вот к этому выводу, который я сказал, который может некоторым на фоне мрачных предсказаний сегодня... Скажите, пожалуйста, Юрий. Вот выглядит удивительно. Да, и скажите, Юрий, вы оптимист вообще по жизни? Я оптимист, безусловно. Я думаю, что иначе я бы не был здесь в студии. Два часа на машине к вам ехать. Ну, насчет расстояния к студии. Да. Это не главное. Это не самое большое. Есть люди, которые с удовольствием... Вот вы говорите, вот эти... Все эти мрачные предсказания, о которых вы сказали уже, я не буду повторять, на мой взгляд, это такая излишняя драматизация того, что происходит. Я почему еще... Драматизация, которая иногда просто в некую истерику срывается под нашимию к Израилю. Просто израильтян и вообще евреев, некоторые СМИ просто запугивают. Вот вы на грани коллапса, на грани исчезновения, на... Я не знаю. А вообще история знает такие случаи, когда... Смотрите, Израиль действительно в свое время поднимался, опускался, там Израиль исчезал, Израиль... Ну, по большому счету он был всегда Израиль, духовный Израиль и так далее. Но людей рассеивали, Израиль в какой-то степени, как государство себя, как бы, я не знаю, в истории трансформировало. Скажите, пожалуйста, ну вообще в истории Израиля, еврейского народа, бывали случаи, когда вот... Ну, казалось, ну все, ну какой выход из этого? Не только бывало, а я бы сказал, что вся история еврейского народа – это непрерывная цепь, в общем, трагических историй. Это непрерывная цепь тяжелой борьбы за выживание. И вот если рассматривать вот эти мрачные негативные прогнозы сегодняшнего дня, которые мы слышим, и которые, кстати, иногда высказываются искренними друзьями Израиля, но они подхватываются, используются его злейшими врагами, такими, как вот иранские фюреры и так далее. И им очень нравится, вот что сами евреи и люди, которые беспокоятся об Израиле, вот в таком духе высказываются. И я бы хотел сказать, что вот если обратиться к истории, то предсказаний гибели Израиля сколько угодно в истории. Вот если кто-то, кому-то придется побывать в Лувре, я вспоминаю, что в Советском Союзе такая фраза, обычно была началом некого анекдота побывать в Париже, но сейчас это доступно абсолютно. То я рекомендую вам зайти в Ливантийский зал Лувра, который не очень популярен, потому что там нет этих знаменитых картин, ради которых все ломятся в Лувре. Но там есть очень один интересный экспонат. Если нам удастся показать... Вторую фотографию покажите нам, пожалуйста. Это так называемая стела Мэша. Вот вы ее видите, вы ее видите на нашем экране. Это кусок базальта, на самом деле, найденный в середине XIX века в Зайордании. Немецкими археологами, я не помню их имена. Меня в свое время этот камень заинтересовал тем, что на нем надпись одна из первых в истории надписей алфавитным письмом вообще. Но в контексте нашего разговора, он там, вы видите, такой из кусков, там длинная история, его обедуины разбили, продавали кусками. Они считали, что сами камни эти дорогие. Потом это все склеили, вот, значит, более дорогие, чем надпись. Но нас, вот в контексте нашего разговора, этот камень интересует тем, что там одно из первых предсказаний гибели Израиля. Девятый век до нашей эры. И тогда это тоже волновало, интересовало человечество. Еще как, иначе бы он, вы представляете, выбить это на камни, это, значит, придавалось очень серьезное значение. Это царь, да? Царь Моабитский Меша информирует весь мир, ну, какой был доступен ему тогда, что он победил израильского царя Омри. И там такая фраза, буквально, я ее, вот, так, русский перевод, буквально такой, Израилю конец. Все, Израиль... Израиль гибелью погиб навсегда. Израиль гибелью погиб навсегда, там, так сказать, витиевато, ну, смысл такой, вот конец Израиля. Погиб навсегда. И это было когда, это какие годы? Это девятый век до нашей эры. Ну, это буквально недавно. Три тысячи лет назад. Я думаю, что были и более ранние предсказания, но вот это одно из таких документальных, очень, очень таких значительных и впечатляющих, потому что оно вот так на камне зафиксировано. После этого, да, ну, нужно сказать, что это, предсказание, не сбылось. Раз. Израиль существует, еврейский народ до сих пор, а вот все, с кем он воевал и кто предсказан воевал, ну, и все это кануло в вечность. И если вспоминают об этих ханаанских народах, которые тогда контактировали с израильтянами и боролись с ними, то они вспоминают только в контексте вот истории Израиля. Потом было на протяжении многих веков бесчетное количество предсказаний гибели Израиля и так далее. А он шел себе и шел, вызывая удивление у философов, у писателей и так далее. Вот я хотел бы привести, если вы позволите, высказывание очень известного человека. Это выдающийся премьер-министр Великобритании, в общем, один, наверное, из самых мощных премьер-министров до Черчилля. Бенджамин Дизраэль, лорд Беконсфильд. Вот он где-то в середине 19 века говорил так. Я зачитаю, потому что мир к этому времени уже должен был убедиться в невозможности уничтожения евреев. Многочисленные попытки их уничтожить происходили при наиболее благоприятствующих этому обстоятельствах и охватывали самый длинный период человеческой истории. Египетские фараоны, ассирийские цари, римские императоры, одержимые крестоносцы, готские князья и святые инквизиторы. Они приложили все свои силы для достижения этой, казалось бы, простой цели. Изгнание, пленение, грабежи, пытки, массовые убийства и так далее. Все. И дальше вот такая очень значительная фраза, на мой взгляд. Все это могло подорвать душу любого другого народа, но оказалось совершенно напрасным в отношении евреев. Вот это он, да? Это мы видим сейчас на экране. Да, это вот лорд Бекасфильд Дизраэль, который жил и, в общем, был премьером Великобритании на пике ее викторианской эпохи. Императ, имперской. Между прочим, потом вот эту идею о неистребимости Израиля, о его вечности, о его такой мифической даже некой сущности, очень мощно развили русские философы уже на грани 19 и 20 века. Я имею в виду и Льва Толстого, и Владимира Соловьева, основателя русской философской школы, и Николая Бердяева, и Сергея Булгакова, и Георгия Федотова, и многих других. Они же очень сильно выступали в пользу возвращения евреев в землю Сиона, в, так сказать, сионистских позициях. Ну и, наконец, я вот хочу эту тему так немножко завершить, чтобы мы еще о чем-то сумели поговорить. Наконец, в середине 20 века выдающийся русский философ и общественный деятель Сергей Булгаков сформулировал закон исторический, вот как бы подвел итог всем вот этим вот философским исследованиям о теме выживаемости еврейского народа и Израиля. Этот вот его вывод звучит так, я тоже позволю себе, чтобы не точно быть. Жизненные силы еврейства таковы, что выдерживали, выдерживают и, конечно, выдержат испытания. И если какой-либо земной властитель думает победить непобедимое и сокрушить несокрушимое, то он собирает лишь горящие уголья на свою собственную голову, обрекает себя на неизбежное падение. В этом законе истории мы еще убедимся в наши дни. Вот что сказали. Ну и как вы считаете, мы убедимся. Это сказал, между прочим, христианин, православный священник. Это не какие-то такие истерические ноты человека из гетто. Это вот, так сказать, философ, который глубочайшим образом изучил историю. Хорошо бы, чтобы вот этот закон вообще знали. Я в своей книге, вот это вы показывали, ось всемирной истории, я назвал его законом Булгакова. Сам Булгаков, конечно, этого не... Ну, здесь фотография четвертая. Если, да. Это как раз просто посмотреть на этого человека. Да, вот этот замечательный человек уже в старости. Он умер в Париже в 44-м году. Хорошо бы вот этот закон, чтобы политики почитали, чтобы их в школе этому учили, в том числе вот этот иранский фюрер, хорошо бы, чтобы он прочитал, что он собирает горящие уголи на свою голову, сам того не понимая. Скажите, пожалуйста, ну а как вы воспринимаете такую информацию, вот эта трагедия, которая произошла в Норвегии, мы не будем сейчас касаться как бы главного героя, убийцы, а просто стала известна информация о том, что лагерь этих молодых людей, которые собирались на этом острове и которые, к сожалению, такая трагедия, погибли многие. Но они, они в то время, когда находились в лагере, находились там, на этом острове, они отрабатывали различные, у них были игры, которые как бы просматривали ситуации Израиль и как освободить газу, Израиль и как сделать мирную флотилию, чтобы дойти до газа, как надо сделать. Они даже распределяли там чуть ли не лодки и так далее, и так далее. Как вы смотрите на это? Как вы воспринимаете такое вот сегодня отношение? Вы знаете, чем бы они там ни занимались, это не оправдывает ни в коей мере. Мы не говорим об оправдании, мы говорим просто о тенденции определенной. Если это касается самой тенденции, то тенденция такая в Европе давно есть. И Норвегия, она впереди, как говорят, планеты всей в антиизраильских действиях и всяких акциях. В Норвегии есть социалистическая, там даже так и называется, левая социалистическая рабочая партия. Но только что не ВКПБ. Эта партия придерживается крайне левых взглядов социалистических. Она хочет строить там социализм. Это все связанные вещи. Вот вы упомянули мою книгу «Старческая болезнь левизны в либерализме». Либерализм, который когда-то, много лет назад, провозгласил и свободы человека, и способствовал развитию капитализма, свободного рынка, свободной торговли. Он постепенно, вот в наши уже времена, к сожалению, новейший либерализм превратился в свою противоположность. Поддержка всех социалистических движений, поддержка усиления роли государства и так далее. И вот одно из проявлений этой болезни левизны, я в книге об этом посвятил целую главу, является антисионизм. А почему? Какая связь? Вот как вы считаете, те, кто не читал книгу вашу, как вы считаете, почему вот этот вот либерализм, он тяготеет к антисионизму? Это очень сложный вопрос, я не думаю, что мы сегодня его вот так вот сможем. То есть, сформулировать его сложно? Да, 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 это сложный вопрос. Там, я говорю, целая глава этому посвящена. Вот вообще, любые леворадикальные движения приводят к усилению антисемитизма. Это не только вот явление норвежское. Любые вот такие движения связаны с тем, что меньше нам нужна религиозности, больше светскости. Меньше свободной индивидуальной инициативы, больше роли государства. Вот это все приводит, я тут вот кратко сформулирую ответ на ваш вопрос, хотя я понимаю, что полностью ответить за такую короткую беседу нельзя. Значит, вот эти все мысли, эти все идеи левого либерализма приводят к отторжению библейской морали вообще. Это даже больше, чем просто там антисемитизм или так далее. К отторжению библейской морали. Отторжение библейской морали неизбежно ведет вот к каким-то проявлениям антисемитизма, которые сейчас маскируются под антисемитизм. Анти-Израиль, скажем так. То есть, есть часть людей, которые заявляют о том, что мы против Израиля, как государства, которое притесняет. Мы не против евреев, мы не против, как бы, еврейской религии. Да, совершенно верно. Это уловка, которую разоблачил еще один великий американец, которого звали Мартин Лютер Кинг. Вот Мартин Лютер Кинг, который известен у нас больше борьбой за права афроамериканцев и так далее, он еще был борцом за права евреев в Израиле. Вот это менее известно. И он сформулировал положение, в соответствии с которым отрицание права евреев на свое государство в Израиле, то есть сионизм, есть, он прямо знак равенства ставит, есть антисемитизм, что это одно и то же. И он в своей известной статье, которую я тоже здесь, кстати, в книге привожу, он просто доказывает это. Поэтому я в книгу ввел еще один закон истории, закон Мартина Лютера Кинга, который вот именно это подчеркивает, что те, кто выступают против Израиля, против сионизма, это антисемиты. Это не значит, что нельзя критиковать Израиль. Я, например, критикую Израиль каждый день и правительство, и его действия. Но если вы против права еврейского народа на свое собственное государство в Палестине, на право, которое имеют все народы на земле, если вы против и говорите, что вы не антисемит, то такого не может быть. Так что эта попытка прикинуться антисионистом и при этом быть мягким и пушистым в отношении евреев, это все маскарад. Это все. Кстати, Мартин Лютер Кинга прямо называет такие действия маскарадными. Дело в том, что в самом Израиле тоже настолько порой видно разъединение, разобщение этого левого лагеря, правого лагеря. Практически вот эти только демонстрации впервые на одной улице собрали совершенно разных людей. Людей, которые представляют левый лагерь, людей, которые ратуют за поселенческое движение и так далее. Как вы считаете, вот те демонстрации, которые сегодня проходят в Израиле, они могут каким-то образом действительно объединить разные направления и сделать людей как бы более единой такой группой? Или это просто такой, я не знаю, временная борьба за лучшую квартиру? Я думаю, что это очень временно, хотя, конечно, последствия неизбежно будут. Вы знаете, Борис, я вот во всяких суждениях в отношении внутреннего положения Израиля стараюсь полагаться на мнения самих израильтян. Но они очень разные. Да, совершенно верно. Но поскольку в Израиле очень много умных людей, то очень много разных мнений. И даже суммируя эти мнения, трудно выбрать какое-то четкое, однозначное. Особенно, вы знаете, меня порой удивляет, насколько геометрально бывает мнение людей, живущих в той же самой Америке. Я знаю американцев, что меня поразило. Коренные американцы, евреи, они не приемлют Израиль как таковой. Они считают, что это действительно государство, оккупанты и так далее, и так далее. То есть, есть такие евреи, есть и другие. То есть, я хочу сказать, что Израиль внутри очень калейдоскопичен. Но он отражает вот этот вот свет калейдоскопический настолько сильно, что и за пределами Израиля, в той же Америке, люди очень и очень по-разному мыслят об этом государстве. Да, это верно. Не хотел бы сейчас об американских евреях говорить. Я вот упомянул, что в Израиле, и вы согласны с этим, много умных людей. Но там есть люди очень умные. Чересчур. Не чересчур, а очень. И вот один из них, это мой знакомый, профессор Иерусалимского университета, профессор физики, Мирон Амуся. Вот он еще известный публицист, кроме того, что он ученый известный. И я очень прислушиваюсь к его мнению, потому что его статьи, они очень такие глубокие и основаны не на эмоциях, а на фактах. Вот он вчера, буквально вчера написал, опубликовал очередную статью, которая так и называется «Палатки». Вот об этом, о чем мы с вами обсуждали. Вот что говорит очень умный израильтянин, который любит эту страну, который хочет, чтобы быть лучше и так далее. Он считает, что нет ни экономических, ни серьезных социальных оснований для вот такого масштабного и серьезного движения. Он считает, что экономика Израиля развивается очень хорошо, что средний уровень жизни растет. Я не буду там повторять все, конечно, все могут прочитать это. Она опубликована уже на интернете. Что он приводит там примеры и зарплат врачей и других. Он показывает, что вот эти разговоры о тысячах там бездомных и нищих, все это неправда. Что средний уровень повышается. В связи с этим, кстати, те, кто ниже среднего уровня, как бы вот их доля сохраняется, но они тоже, их уровень повышается. В общем, он дает очень отрицательную оценку этому движению, вплоть до того, что он называет это провокацией левых. Я к этому отношусь более спокойно. Я считаю, что оппозиция всегда присоединяется к некоторым народным движениям и даже их подталкивает. Тут ничего особенного нет. Это вот такая демократическая страна. Это же не Сирия, где вы вышли на улицы, вот вам танки. Тут все иначе. Что интересно, что вы только что привели пример ученого, физика, который и публицист. И мне бы хотелось в этом плане, в этой связи поговорить о том, как вы дошли до публицистической своей жизни. Но вначале мы с вами посмотрим рекламу, уважаемые телезрители, а затем мы продолжим наш разговор с Юрием Окуневым, доктором наук и автором многих интересных книг, связанных с историей Ближнего Востока и Израиля. Реклама. Здоровье и красота ваших ног в руках доктора Мираба Боттера. Клари Вейм. Это новейшая безболезненная технология лечения варикузных вен. Без анестезии. Только в клинике доктора Мираба Боттера все новейшие безоперационные методы. Искусство хирурга. Мираб Боттер. Знаете ли вы, что такое аструм? Воланд в фильме «Мастер и Маргарита» от боли в колене избавлялся магической мазью. А как в жизни актер Олег Басилашвили спасается в подобной ситуации? Я нашел не менее магическое средство. Это аструм. Биологически активная добавка. А теперь еще и крем. Американский препарат аструм снимает боли в суставах. Держит меня в тонусе. Аструм. Крем и капсулы. Аструм. Когда разбил радикулит, Спина ломит всего знобит. Когда немил весь белый свет, И куда так, что мочи нет, И все болит, и тут, и там. Каким бежишь ты, докторам? К! К! Но! Сим! Когда ты цел и невредим, Болезнь рассеялась, как дым. Хвала искусству докторов, Ты снова весел и здоров. Кому спасибо говоришь, Каких врачей благодаришь? К! Оу-шен-медикал-плаза! Это золотой ключик к вашему здоровью. Часто ходить к донтистам – это дорого. Редко ходить к донтистам – это больно. Ходить к правильным донтистам – это и недорого, и не больно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья – минимум затрат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и гипотолог Александр Бродский, офтальмологи Леонард Блей и Стэнли Илюшин, психиатр Зинаида Любов и невропатолог Мира Шеррин, дерматолог Дмитрий Казак и уролог Яков Рахман, гинеколог Рита Ябров, специалисты по заболеваниям ног Инна Блехман и Раиса Новопасновская. Уникальный коллектив All Medical Care сохранит ваше здоровье. All Medical Care – это клиника для вас. За здоровье нашего учителя, замечательного уролога Саймона Баркагана. Удивительного человека и нашего лечащего врача. Известный американский уролог Саймон Баркаган – автор многих методов комплексной диагностики и безоперационного лечения урологических заболеваний у взрослых и детей. Профессор Баркаган – учитель и лечащий врач многих докторов в Америке и Европе – может стать и вашим врачом. С вами Борис Стенцер и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня Юрий Окунев. Человек, который, в общем-то, занимается, как будто бы занимается техникой. Доктор наук, теоретическая радиотехника. Но в то же время он находит время, интерес, возможности для того, чтобы стать специалистом. Действительно, специалистом не просто человек что-то такое пишет, а по-настоящему глубоким анализом того, что происходит на Ближнем Востоке. Одна из книг, которую последнюю я уже показывал и говорил вам, вот у меня в руках. И называется она «Ось всемирной истории». Ось всемирной истории. Ну, как вы понимаете, это тоже ось имеет отношение к Израилю. Сегодня у нас разговор, мне кажется, очень интересный. Мы уже давно с вами замахивались на историю, связанную с Израилем. И я думаю, мы все-таки воплотим с вами эту идею. И такой, как бы, небольшой экскурс мы сделаем. Ну, вот это вот такая, такая водная предтеча этих наших встреч. И Юрий Окунев нам этом помогает. Интересно то, что это все переплетается и показывает, насколько история и насколько современность связаны. Невозможно взять, отнять историю Израиля и не вспомнить то, что было в прошлые времена. Об этом как раз и говорит Юрий Окунев, и об этом наша с вами сегодня встреча. Сейчас на экранах телевизора вы увидите номер телефона, по которому вы можете тоже позвонить в студию. Я уверен, что у вас к этой теме есть свое отношение. Звоните, пожалуйста. Телефон 201-461-1384. И участвуйте в этой, мне кажется, очень интересной передаче. Господин Окунев, скажите, пожалуйста, вы приехали в Америку когда, в каком году? В 93-м. В 93-м году. И вы себя нашли как технический, так сказать, специалист в технике радиоэлектроники. Люди счастливы, когда они могут приехать в эмиграцию и найти себя, и заниматься своим делом любимым. И как бы все у них все нормально. Но вы находите и время, и желание писать книги, разбираться, пытаться разобраться в этом вопросе. Зачем? Почему? Сложные очень вопросы, интересные, Борис. Я приехал сюда с чисто научно-техническим багажом. Хотя там подписывал кое-что в России, но это не было серьезно, достаточно серьезно. Первые лет 7-8 эмиграции. Конечно, заняли, это были тяжелые годы, тем, кто это пережил, не надо рассказывать, все понимают. Я искал работу, я нашел очень серьезную работу в знаменитой лаборатории Белл Лэб здесь, в Нью-Джозе. Первая моя работа была здесь, в Виппоне, неподалеку. Потом еще в ряде фирм работал, в том числе в Мотороле и так далее. Но вот где-то на рубеже тысячелетия, ну так получилось. Вот дети меня начали спрашивать, а кто был у нас бабушка и дедушка? А откуда они? А вот фотографии где? А вообще, а чем они занимались? Я с ужасом понял, что я тоже ничего не знаю. Или почти ничего не знаю. У нас не было традиции в Советском Союзе. Наоборот, люди пытались забыть о том, что было, как бы, не дай бог, там оказываются какие-нибудь дворяне. Или там, не дай бог, и кулаки. И поэтому старались, как бы, вообще стереть, мне кажется. Абсолютно. Это совершенно верно. У одного моего родственника, который был офицером, коммунистом, выпускником Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского. Звучит вообще. У него был дедушка Равин из Любавича. Конечно, попробуй вспоминай. Мог он вспомнить и в своей биографии написать. Конечно, все это скрывалось. А у других, у кого там не было таких уж тяжелых случаев, как Равин, ну, они тоже на всякий случай. Потому что ведь все наше темное прошлое отвергалось вообще. Это было темное прошлое. Прошлое не освещено. То есть, фактически у нашего поколения, вот вы, последующие поколения, еще есть одна задача. Поднять все то, что было искусственно забыто. Вот вы, по существу, уже почти ответили на ваш собственный вопрос ко мне. Когда я вот это задал, когда меня вот начали спрашивать о родственниках, я понял, что никто, кроме меня, этого не сделает. Если не я, то кто? Совершенно верно. И если не сейчас, то когда? И я начал заниматься, мои первые такие литературные опыты были связаны вот с воссозданием, как говорят, генеалогического древа нашей семьи. Вот тогда я встретился и подружился с замечательными людьми, Дмитрием Маргулисом, Валерием Базаровым, которых вы, конечно, хорошо знаете, которые такой целый семинар организовали по этим вопросам. Ну, дети, вами довольны? Теперь вы можете ответить на некоторые вопросы? Теперь я наочи. В общем, я поднял родственников оставшихся в Москве, родственников в Израиле и так далее. Там такие истории почти детективные были. В итоге я написал книгу первую свою, которая называлась «Письма близким из 20 века». Понятно. О вот этой тематике. Сейчас мы немножко будем с вами перемешать наши разговоры с вопросами наших телезрителей. У нас на линии Арон, город Нью-Йорк. Здравствуйте, Арон, вы знаете, студия. Здравствуйте. Во-первых, я хочу высказать большую благодарность Юрию Окуневу за его книги. Вот у меня эти книги первое издание, письма близкими из 20 века и ось всемирной истории. И я просто в восторге от его книг. И мой вопрос заключается в следующем. Я бы очень вас попросил, Юрий, вы можете мне более четко сказать про Мирона Амусси? Как его правильно фамилия пишется и если есть какой-то сайт его или что? Понятно. Хорошо, Арон, спасибо. Спасибо за вопрос. Более подробно, как сказали это или как я не знаю. Я хочу поблагодарить. Арон, спасибо большое за добрые слова и вообще за ваш интерес к моим книгам. Мне очень приятно, что читателям это нравится. В отношении Мирона Амусси так и пишется по-русски. А можно просто по-русски набрать? Амусья, да. А, Амусья. А, М, У, С, мягкий знак, Я. Понятно. Амусья. Мирон, Амусья. Ну, Мирон, Мирон. Значит, если вы на интернете вот наберете это имя, вам сразу дадут много сайтов его. Он, например, он публикуется в этих заметках по еврейской истории. Он публикуется в интернет-издании «Мы здесь», у школьника. Понятно. Хорошо. Он печатается широко. У нас на линии Калифорния. Анатолий. Здравствуйте, Анатолий. Вы с нами в студии. Да. Здравствуйте. Да, большое спасибо за такую встречу. Я, значит, под впечатлением интервью, которое господин Окунев давал Михаилу Базукашвили. И там, конечно, очень много, значит, написано, сказано о том, о чем сейчас рассказывает. Да, да, Анатолий. Вот. И там, интересно, и, конечно, много моментов высказано из того, что сейчас рассказывает ваш гость. Я хотел бы несколько вот интересный такой момент отметить. Вы сказали, что гибель Израиля притрекали в XIX веке до нашей эры. Так, конечно, понятно, что мы, евреи, все не хотели бы, не то, что не хотели бы, естественно, как вот и ссылаетесь, вот вы приводите цитату Толстовой, там несколько высказываний о евреях, еврей – символ вечности и так далее. Но тут мы отречем, значит, может, или о государстве, которое, так сказать, вечно, или о еврейском народе. Потому что ведь мы сейчас видим, что, значит, евреи в Кавчинских государствах, в общем-то, ну, 2000 лет были в изгнании и сохранили свою идентификацию, и как народ сохранились. То есть ваш вопрос такой. Предсказания касались государства или народа? Нет, нет, извините, извините. Так я хочу сейчас добавить одну секунду. Да. Дело в том, что идет процесс, вот сейчас, так сказать, ассимиляции, и впервые в Соединенных Штатах количество евреев уменьшилось, было-то 5 миллионов 500, там, с чем-то, чуть уменьшено 50 тысяч. Так, и, так сказать, в государстве, значит, Израиль, эти евреи, значит, не видно в таких, значит, намерений ехать. Так вот, как вы, вот, связываете вот эти вот отношения еврейского, евреев, как таковых, ну, и государство, и вот государство, еврейского народа и государство? Можно ли так разделить, вот, символ, так сказать, вечер? Понятно. Хорошо, спасибо большое, Анатолий. Спасибо, спасибо за звонок. Понятен вопрос, да? Да, да, спасибо за вопрос, Анатолий, спасибо за слова добрые тоже. Вот, та надпись, о которой я говорил на Стелли Мэша, она относилась к Израилю, к государству, потому что это был период после царя Соломона, когда вот было довольно, ну, самое мощное, наверное, государство тогда, еврейское, вот, государство Соломона. После, как вы знаете, после смерти Соломона, там началось разделение, раздробленность и так далее. Но это было израильское царство. Ну, вот, Анатолий, как бы, интересует, когда мы говорим о том, что никуда не исчезнет, что, государство или народ? Можно разъединить народ от государства, государство от народа? Сейчас уже нельзя. Значит, они были разделены две тысячи лет в изгнании. И все, что в этот период говорилось, говорилось о народе, конечно. Но, вот, с середины XIX века, даже с начала XIX века, когда вот такие идеи сионизма стали очень популярными в Европе, в том числе и среди христиан. Христиане были самыми ярыми поборниками сионизма, между прочим. Мало кто знает, между прочим, что яростным поборником сионизма был князь Потемкин Таврический, российский, фаворит Екатерины II. У него есть просто замечательные высказывания о том, что евреям надо дать возможность жить у себя в своем государстве в Палестине. Ну, это я так отклонился немножко. Значит, начиная с XIX века, идею существования и неистребимости еврейского народа начали связывать с государством. И после образования государства, ну, это, на мой взгляд, есть разные и философские, и религиозные точки зрения, на мой взгляд, это сейчас стало неразделимо. Нельзя вот сказать, что одно может погибнуть, а другое нет. Нет, нет. Хорошо. Единственное, что еще хочу сказать, вы сказали, ассимиляция сейчас проходит. Она проходила всегда. Вот все, всю историю еврейского народа идет ассимиляция. Но вот основной ствол еврейства, он остается. Вот это поразительное явление, его пытались объяснить величайшие умы человечества. Об этом очень много в книге. Я должен вам сказать, что как-то мне довелось, меня пригласили слетать в Израиль вместе с группой евреев, американских евреев, которые репатриировались в Израиль. Это был Боинг, 300 с лишним человек, это был один из трех самолетов, который в то лет, это было года три назад, летел в Израиль. Весь самолет был забит молодыми семьями, молодые родители и дети, трое-четверо детей евреев, американских евреев, которые летели в Израиль навсегда. Они выбрали жизнь из Израиля. Поэтому даже вот этих 50 тысяч, о которых говорил Анатолий, я думаю, что там есть какой-то процент от этих тысяч, которые уехали из Америки туда. У нас Полина, Нью-Йорк на линии. Здравствуйте, Полина, извините, мы заставляем ждать. Да, слушаю вас. Добрый день. Меня зовут Полина. Юрий, это та самая Полина, которая с вами общается один раз в месяц. Я выражаю огромную признательность за то, что вы подарили нам сегодня такой светлый, радостный праздник. Я с вами общаюсь на сентябре один раз в месяц очень мало, а сегодня я имела счастье вас видеть. И вы подарили нам самый натуральный праздник. Вам, Борис, огромное спасибо, что пригласили этого удивительного человека. Это спасибо моим гостям. У меня прекрасные гости. Да, слушаем вас. Борис, я имею в виду, что есть русскоязычная еврейская интеллигенция. Мы нуждаемся в таких людей. И последнее предложение. Субтитры, Юрий, бесподобно интересно. Я вношу предложение, чтобы ваш гость, мы являемся подписчиками его программы. У вас есть вопросы к Юрию Окуневу? Пять экземпляров книги, чтобы раздать библиотеку Бруклина, Нью-Йорка, чтобы мы могли организовать читательскую конференцию. И а вы, чтобы в празднике, тоже купить эту книгу. Это ваш моральное будет ощущение. Хорошо. Полина, большое спасибо за ваш звонок. И я хотел бы, чтобы мы с вами продолжили этот разговор. Спасибо, Полина. Скажите, пожалуйста, Юрий, вот первая книга, вы написали первую книгу, где вы берете время? Как вы ухитряетесь так спланировать день, чтобы работать, быть ученым, быть исследователем? И в то же время, для того, чтобы написать книгу, надо провести большую исследовательскую работу, надо огромное количество материала перелопатить. Слава богу, сегодня не надо ездить в Ленинскую библиотеку или там Салтыкова-Щедина в Ленинграде или какая-то, но в интернете много. Но все равно это требует огромного количества времени. Где вы берете время? Борис, я в жизни как-то так уже понял, может быть, так лучше сказать, что на самом деле, чем больше работаешь, тем больше вот как-то получается возможностей для еще большей работы. Я вот эту книгу первую писал на самом пике своей профессиональной занятости. То есть весь день я был на работе. И вечерами тоже приходилось на компьютере там кое-что моделировать, кое-что там напечатать. И тем не менее, вот эта работа, когда я понял, что я могу что-то сказать интересное людям и своим... Сначала я писал, я вам уже рассказывал, для своих родственников, вот буквально писал для родственников. Но когда я увидел, эта первая книга как-то так заинтересовала других, не родственников, а там друзей и все, И я собрал вот материал для этой книги уже, где ничего мемуарного нет. Это чисто такая историко-философская работа. Я просто был поглощен, поглощен полностью этого. И находились силы вот вечером после работы там и в выходные сесть и это делать. И это доставляло, когда ты чувствуешь, что ты делаешь вот что-то интересное и полезное, это доставляет такое удовольствие, что забываешь об усталости. А как вот, как ваша жена Светлана, да? Как она относится к тому, что вы такой занятый, так много времени? Вы знаете, она поддерживает в основном, она поддерживает. Она не считает, что я должен помогать ей на кухне, вместо того, чтобы писать книги. Так что ее помощь, это большая поддержка. Вот мне передали, что некоторые телезрители, не задавая вопроса, порсили только сказать одно. Как называется книга и где ее можно вообще приобрести? Значит, книга называется «Ось всемирной истории». Ну вот попробуем, если покажут меня, может быть, будет видно и книгу. «Ось всемирной истории». Автор книги Юрий Окунев, наш прекрасный сегодняшний гость. И скажите, пожалуйста, где можно эту книгу приобрести? Ну, самый простой вариант – это в интернете на Амазоне. Вот этот знаменитый интернет-магазин Амазон. Понятно. То есть она как бы присутствует... Там вы набираете Юрий Окунев, и там все мои книги, в том числе эта. Понятно. Можно... Она есть сейчас в Черном море, в магазине. Это уже... Ну, вы знаете, слава богу, нас смотрят много-много-много штатов соединено в нас в стране. Заира, город Нью-Йорк. Здравствуйте, мы с нами. Здравствуйте. Говорите, говорите, пожалуйста. А я... Можно... Они разговаривают, а с кем мне говорить? С кем говорить? Да, они говорят в эфире. Нет-нет, пожалуйста, выключите телевизор. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Я счастлива, что сегодня могу с вами говорить на такую тему, о чем вы говорите, она мне очень близка и дорога. Я сама из Абхазии. И с нами... Со мной росли мальчики, девочки, Юновичи, Бизи, Брумы. Я выросла в этой культуре. У нас тогда не было национальности. Был по национальности человек. Но потом все поменялось. И сегодня ваша тема. Вот то, что утверждает Юрий, то, что вот в музее вот эта надпись, это вот то, что каждый народ со своими обычаями, традициями, со своим языком на том точке земли, которой ему даровано жить, наверное, он имеет право жить так, как ему хочется. Я разделяю вашу боль, ваше чаяние. И я думаю, когда есть у народа благодать свыше, она у вас есть, и она у нас в Абхазии тоже есть, никогда этот народ обидеть невозможно. И его сделать, как сказать, ну, щемить в чем-то, обвинить в чем-то нельзя. Я всеми фибрами души разделяю. Спасибо. Спасибо, Зая. Большое спасибо. Я думаю, что вы тоже точно так же относитесь и к моей маленькой родине Абхазии, где есть синагога, где есть у меня друзья и евреи. И я, наверное, есть общие ценности, я бы хотела... Хорошо. Спасибо большое. Большое-большое спасибо. Спасибо, Заира. Спасибо. Спасибо. Смотрите, вот интересная деталь. Вы начинали писать книгу для своих родственников. Она заинтересовала больше круг, чем ваши родственники. Вы пишете... И вообще, мы рассказываем историю Израиля. Мы, как бы, говорим только для своего народа, только для евреев. И звонит человек из маленькой страны Абхазии, и он находит какие-то свои теплые параллели, которые помогают ему жить. То есть, таким образом, мы, рассказывая больше о своем народе, мы помогаем, наверное, не только, и в данном случае вы, как автор, не только своему еврейскому народу, мы помогаем всем народам. И ось всемирной истории здесь очень кстати. Я вот как раз... Хорошо, что вы это сказали, упомянули. Я как раз подчеркиваю вот в одном из предисловий, что эта книжка обращена ко всем здравомыслящим и добросердечным людям мира, независимо от веры и национальности и так далее. Тем более, что вот эти вот библейские основы бытия, о которых я здесь много рассказываю, и которые вот в основе и еврейской истории, и вообще всей цивилизации, они действительно имеют отношение ко всем народам. Да. Ну, давайте мы еще один звонок попробуем успеть взять. Бостон Суламиф. Здравствуйте. Здравствуйте. С моим прекрасным именем. Пожалуйста, только у вас буквально 20 секунд. Алло. Да, говорите, 20 секунд. Добрый день. Да. Я не буду хвалу петь, это чудесно. Но я хочу задать вопрос об этих демонстрациях. Это не вопрос, а быстрый мой суд. От всех демонстраций, которые происходят в Израилье. Я считаю, что эти дети, которых велили их матери, называли их Сейнепуном и так далее, предатели из своих матери. Хорошо, спасибо. Очень-очень актуально и очень интересно. Но мы еще хочу, я услышать ответ нашего гостя. Спасибо большое. Спасибо, Суламиф. Скажите, вы что-то хотите прокомментировать? Буквально несколько слов о детях, выросших в богатых и заевшихся... Я считаю, что там, в общем, и у детей, и у взрослых есть определенные социальные причины для недовольства. Вот, читая в израильской бюрократии, я не могу, так сказать, отделаться от мысли, что она, в общем, похожа на любую бюрократию, и, конечно, там есть проблемы. Но, вот, что меня смущает, это первое, резко социалистическая направленность этих выступлений. Резко такая, демонстративно-социалистическая, что все отмечают. И второе, что я хотел бы подчеркнуть, это, что вот такие же дивенческие настроения у этих молодых людей. Когда я вижу в палатках молодых, упитанных, веселых, молодых людей, мне хочется им сказать, ребята, надо вкалывать. Мы здесь тоже... Ну, юридический народ, вы сами знаете, он всегда был веселый, он всегда радовался жизнью. Это хорошо, но мы здесь тоже не сразу получили квартиры. Хорошо, большое спасибо. Спасибо вам. Большое спасибо Юрию Окневу, большое спасибо вам за ваши книги, за ваше время, за ваше умение рассказать нам что-то интересное, что-то новое. И большое спасибо, что вы пришли сегодня в студию и к нам в гости. Спасибо вам, Борис, за приглашение. И всем, кто нас слушал, большое, огромное спасибо. И, как всегда, уважаемые телезрители, я благодарен вам за то, что понедельник утром вы были вместе с передачей «Контакт по понедельникам», которую для вас вел Борис Тенцер. До новых встреч по понедельникам. Субтитры создавал DimaTorzok «Контакт по понедельникам»